Я снимала этот ролик полгода назад, и только сейчас при монтаже я поняла, насколько я кринж, насколько ужасно все то, что я делала, и на всякий случай видео не является туториалом, вот прям не является, несет в себя только, только развлекательный характер. Приятного просмотра, подписывайтесь на YouTube, пожалуйста, потому что до нового года хочу добить 300 тысяч подписчиков. Мне пришла просто огромная коробка материалов со всем, что необходимо для полного наращивания ногтей с комбинированным маникюром, то есть вот тот самый набор на Валдбересе, я не буду вам его советовать, потому что он мне не понравился, спойлер, там фактически все, что было, оно какое-то бракованное и так далее, и вот эта лампа, она у меня уже сломалась спустя полгода. Вот эта вот машинка-бурилка, как она называется, забыла, короче, где фрезы есть, и с помощью таких можно делать... Будет аппаратный маникюр, очень сильно извиняюсь, но я за кадром уже сделала аппаратный маникюр, мастером маникюра, большая просьба дайте от экрана, не то у вас случится инсульт или сердечный приступ. Мне было очень больно, посмотрите на правую руку, и здесь просто ранка на ранке, ранка на ранке, это было очень сложно, но вроде бы как у меня получилось не так плохо, для первого раза я впервые в жизни делаю такой маникюр, я не смотрела никакие обучения, я понимаю, что это может быть очень плачевно для моей ногтевой пластины, так как я могла спилить лишнее, но вроде бы как, знаете, я на маникюр ходила больше точно 20, даже 30 раз. Да, конечно, такой опыт тебе очень поможет. Я видела, как там все это делать, да кому вообще нужно это обучение, ребят? Это я решила оставить за кадром, как я уже сказала, и давайте мы приступим к самому интересному. Давайте я тут не буду смотреть обучение по наращиванию ногтей, а просто посмотрю порядок нанесения различных материалов, то есть что там, что там, надо первым наносить какой-то там обезжириватель или что-то такое, потом какой-то лак еще, а потом еще какой-то лак, но это тут все есть. Обсудим, что половины нужного там не было, а некоторые то, что было, да почти все было ужасного качества, прям плохого. Наращивать я буду на верхние формы, ну хотя нижние формы в этом наборе присутствуют, к сожалению, я думаю, на 100% у меня не получится это сделать, потому что это, во-первых, долго, во-вторых, ну для новичка такого, как я, который никогда в жизни не делал ногти, даже красил их последний раз, не знаю, лет 5 назад самостоятельно, это будет невероятно трудно. В этом наборе идет вот такая вот машинка, сюда вставляешь фрезы, ну я думаю, это такая какая-то с Алиэкспресса, которую продают на Велберис дороже, я на Велберис, да, кстати, купила, я ее вот даже эту штуку не развязывала. Ну в принципе, ей делать все очень удобно, как вы можете заметить, я сделала не только на левой руке, но и на правой, хотя правой, ну как вы знаете, удобнее делать все на левой руке, а левой рукой вообще невозможно ничего делать на правой. Ну, давайте согласимся, что для первого раза человеку, господи, просто, когда раз, два, три, четыре, пять, шесть, на каждом ногте, просто ужасно, это будет сложно. Все-таки посмотрела видео урок, потому что мне показалось, что так будет более понятно. Итак, ребят, учу, ладно, нет, на самом деле это видео не является обучающим каким-то, оно несет только развлекательный характер, я это вначале уже по-любому уже прикрепила, сказала. Первое, что мы делаем, это, конечно же, поднимаем чешучки кожи, вот, спасибо, так вот немножко, блин, надо, наверное, бафиком каким-то, ой, ладно, пофиг, поднимаем чешучки кожи, чтобы, типа, вот это вот наращивание у нас сцепилось со слоем, только я это более щадяще делаю как-то, надеюсь, правильно, господи, пожалуйста. Потом мы берем такие салфетки, которые идут в комплекте, и обезжириваем ногти. Тоже вот такая вот штука идет у нас в комплекте. А-а-а! В общем, обезжириваем ногти. Наверное, запах ужасный. Я буду, наверное, делать, вот, левую руку только, а правую мы уже потом посмотрим, как пойдет. Если вы, как и я, наращиваете на верхние формы, то их вам нужно будет купить, потому что в этом наборе, который я приобрела на Велберис, их, к сожалению, не имеется. Я купила тоже вот такие на Велберис, они квадратные. Ну ладно, они самые, кстати, лучшие, и нам нужно подобрать каждому пальчику вот такую вот одну штучку, чтобы она подходила. Самое главное, чтобы она была не меньше вашего пальца, лучше взять больше. Я ко всем уже подобрала за кадром. Итак, теперь берем, конечно же, лучше праймер взять, но у меня его, к сожалению, нет, поэтому я беру вот базу. И наношу на каждые ногти, главное на кожу, чтобы не попадало. Насколько адекватно то, что я делаю, это все рядом с компьютером. Так, наносим базу. Лампа у меня включена? Да, она у меня включена. Кстати, вроде бы хорошая, нормальная. И наносим на каждый ноготок. На 30 секунд. Давайте, попробуем. Блин, давайте на все ногти сразу нанесем, мне не принципиально будет криво получится, не криво. У меня сушится, расскажу историю, я один раз ходила в салон, мне там делали ногти, что ли, за пять. Тысяч. Ну, где-то так выходило. И прям я помню, либо лампа была плохая, либо какой-то материал плохой, ну, блин, за пять тысяч ногтей. И там я ставила, наверное, две минуты, пазец лежал в этой лампе. И он так и не застыл, и все равно материал вытекал, и пришлось все заново снимать и заново делать ноготь. Я там просидела шесть часов. И из этих шести часов, наверное, часов пять, ну, четыре с половиной точно, мне делали форму ногтей. Чтобы вы понимали, эта длина была пять. Это норм? О, застыла, ребят! После того, как я нанесла на ногти вот эту базу, бейс, коут, коут, теперь я буду делать, собственно, само наращивание вот такими формами. В наборе у нас есть кисточки, смотрите, как их много, круто. И три, как я понимаю, геля по наращиванию. Давайте я сейчас все их открою, посмотрю, какой цвет мне больше подходит. Но пинг точно нет, о, пинг, а, это вайт, 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 вайт. После чего бы... Сейчас все, короче, открою, посмотрю. Я посмотрела, и здесь, оказалось, есть прозрачный гель, белый гель и розовый гель. Но розовый я не очень хочу, я думаю, между белым и прозрачным. Похоже на... что-то похожее на то, что нам надо. Обезжириваю пальчик, беру форму подходящую, она у меня вот такая. Что идеально подходит. И накладывают вот этот гель. Это намного сложнее, чем я думала, просто я еще сказала гель в тюбике, и ему было намного удобнее, нежели вот этим вот. Кисточка оказалась, кстати, маленькой. Теперь я беру и, очень боясь, вот так вот на ноготь, чуть-чуть отступая, видите, смотрите, оп. Потом уже... Нельзя сильно прижимать, мне говорили. Если у вас что-то вылезает, это надо сразу убирать, тоже мне говорят. Давайте возьмем что-то другое. Ну что, давайте пробуем снять этот гель, короче, точно не для верхних форм. И не зря я заказала еще другой. Это что? Давайте постараюсь его как-то выровнять, сделать что-нибудь с ним. Может, что-нибудь у меня получится. Ребят, я доделала, как это правильно сказать, первый слой ногтей. Ну как, короче, базу под ногти, сейчас мне надо будет их покрывать лаком. Вы готовы? Это первые ногти в моей жизни. Огромная просьба не осуждать. Потому что это, правда, это первое, вообще первое, что я делаю в жизни. Да, вот видите, затек вот здесь вот. Здесь вот все затекло, но мне так болит уже кутикла, что я просто не могу уже пилить. Вот. Правда, очень больно. Поэтому, я думаю, оставлю так. Все равно, если я вот так вот разговаривать, там их показывать, все равно этого не будет заметно. Будет заметен дизайн, который я сейчас не знаю, пока сделаю. Ну, вроде бы, получились одинаковые длины, хотя я на глаз смотрела, я не измеряла. Вроде бы, по форме тоже похожи друг на друга. Ну, это как, типа балеринка квадратная. Ну, знаете, я бы оценила длину, как для меня, я вообще ни разу не делала, повторюсь. Наверное, на 80. Сейчас я вам покажу, какой дизайн я выбрала. Вот, допустим, у меня как получилось, и первый палец. Блин, что-то не очень ровно, на самом деле. Боже мой, я не могу на вот эти вот... Смотреть на кутикулу. Вкусняшка. Ребят, ну, пока что вот что получилось. Знаете, если вот так вот ходить, то реально похоже на что-то крутое. Сейчас я еще добавлю блесток. Блин, ну, если очень далеко-то двинуться, или если поделать нормально кутикулу, то, я думаю, будет прям вообще круто. Сейчас просто, ну, неплохо, согласитесь. Могло быть намного хуже. Показываю вам конечный вариант моих ногтей. Напоминаю, это мое первое наращивание. Первое вообще раз, когда я делаю ногти. Я их показываю более детально. Ну, тут, конечно, пипец кутикуля. Мне просто уже стало лень, честно говоря. Ну, такое, знаете, типа норм и не норм. И вроде бы сойдет. Но кутикули уже очень больно. Может, завтра ее подрежу и станет лучше. Но, опять же, если я вот так, опять вот, говорю, показываю, то, на самом деле, не очень заметно то, что они какие-то неровные. Вот, наверное, наверное. Жесть, ребята, я сейчас монтирую это видео и вспомнила, почему я торопала эти ногти на следующий же день. У меня началась жуткая аллергия, потому что гель-лак не просох. Я не знала, что белый гель, он очень плохо застывает. Его надо чуть больше держать в лампе. И, в общем, у меня какие-то белые такие штуки были. Но там в течение дня все прошло. Но это был полнейший трэш. И я не знала, что не надо брать белую базу, если ты все равно сверху не будешь наносить лак. Лучше взять лак такого цвета, на который ты будешь наносить рисунок и все такое. Но это трэш. Поэтому досушивайте обязательно материал и покупайте хороший материал, а не как вот эти баночки ужасные. Ребят, сейчас уже почти 12, и я решила себе нарастить ногти. Абсолютно другой разговор и вопросик. Смотреть на тень. Густо, я считаю, шикарно. Кайф ты поймала, тебе тебя мало. Ребят, все-таки пошла Белбрис. В общем, что я забрала? Показываю формы нормальные, наконец-то, квадратные. А, я там квадратные, в общем, я заказала вот такие, как, ну, поняли, да? Миндальные такие. Потом еще заказала квадратные. Ну, типа миндальные, чтобы... Ну, это острые. Ну, да, острые. Ну, я забыла просто, как называется форма, на самом деле. Аришка ко мне приехала. А у тебя не были нормальные, наверное? Нет, у меня не было нормальных. Вот, смотрите, какие хорошие. Просто там, которые у меня есть, они прям сильно сгинаются. Я показывала ребятам. Ребятам! Смотри, хорошие, да? Ну, да, прям нормально. А распакованы эти? Очень плохо закрываются, как-то развалятся все, как и нам. Осторожно. Вот такие квадратные. Ну, вот эти получше, они хотя бы не сгинаются посередине. О! Они лучше, намного. Намного лучше, чем те. И удобнее. Смотри, они прям по качеству. Хотя они и подороже, но это только стоит. Дальше распаковываем. Грязный. Это если я не покупаю праймер, который надо перед тем, как на ногти наносить все остальные слои. Смотрите, вот это вот везде губочка. Тут тоже опять есть. Да, подарок. Мило. Такой вот от Фокси. Большой. Да, его много. Покажи, как там по качеству комочков нет. Ой, какой хорошенький. Как в праймере комочки могут быть? Вон там. Ну, походу, праймера у меня не было там. Вот здесь, в наборе. Ой, а что это у меня? Че ли все грязно? Там, скорее всего, оттуда. Потом еще, сказала бы, здесь праймер какой-то. База и покрытие. Короче, не поняла. Топ, праймер и база. Это топ. Это праймер. А это база. Это база. Фреза. Даже раз такой. Ай. Аккуратно. Опять щеточка в наборе. Опять вот эта вот штучка. Но она лишнее бывает. Ну да. Ну приятно, приятно. Ты их езжай. Приятно? А, кружочек, чтобы, наверное, кутикулу убирать. Господи, мы даже не посмотрели. Ты посмотрела хоть что-нибудь, да? Ну, вообще, да. Ладно, это чтобы, я не знаю, что. А это, чтобы среда. Ой. Ну, типа, не знаю. Все, ладно, останьте меня. Еще для моделирования, типа, ногтей, поняли? Вот эти вот штучки. Вот Фокси тоже, как называется. Блин, а я, кстати, не видела эту компанию. Она не самая лучшая, нет? Ну, не самая худшая. Я видела, как на ютубе делаю с ней. Так, ну тут апельсиновые палочки. Да, апельсинки положили. Вот такой вот моделирующий гель. И прозрачный такой же. Сейчас я открою один. 14. Не двигайся. Мало? Какого цвета интересного? Очень колотенький. Господи, кто умеет делать, посмотрит, я думаю, господи. Так, ребяточки, сейчас я вот отодвинула апельсиновую палочку, вот эту кутикулу. Я ничего не обработала, только руки помыла. Вот, отодвинула апельсиновую палочку. Сейчас мы с вами возьмем это все. Ты уверена, что ты правильно делаешь? Конечно, не уверена, господи. Возьмем обезжириватель, мы это обезжирим. Потом дальше вот этой вот штучкой, как она называется. Выглядит, что ты, конечно, не очень. Праймером вот здесь обработаем. Потом сверху попробуем наложить вот этот вот гель. И посмотрим, как будет держаться. Потому что я ничего не умею. И ребята, которые умеют, пожалуйста, не смотреть это видео. Потому что для вас оно может оказаться, не знаю. Так, как вы можете заметить, вот я отпилила вот этой вот штучкой верхний слой. Сейчас. Да, мой палец ужасно выглядит, потому что я грызу ногти от нервов. Теперь берем вот так вот праймером немножечко. Ты прям свет закрыла. Ой, извиняюсь. И сверху теперь мы можем нанесить, насколько я знаю... А, стоп. Что дальше идет? Ты одиноко сейчас хочешь сделать? Да. Потом беру основу для гель-лака. Да, правильно же? Выключи, посмотрим, что там. Выносим базу. Ух, весь свет закрываю, блин. Как всегда. Нужно аккуратненько только. Поменьше, нет? Поменьше, да? Все, засовываем в лампу. Норма в том, что она у меня синяя блестит. Самое главное, это делать в антисанитарии. Тогда у вас все идеально получится. Теперь я подбираю нужную форму. Надо лучше, чем... Больше, чем меньше, потому что еще что? Можно будет лишнее отпилить. Блин, я тебя снимать или руку? Не знаю, как получится. Просто теперь наболим туда гель. Я буду делать не прозрачный, а цветной. Маленький, на самом деле, достаточно тюбик. Я говорю, их сложно выдавливать. Да, очень. Может, потому что застыл на улице. Да, кстати. Вот столько хватит, я думаю. Ну, да, наверное. Господи, ты снимаешь ужасно. Еще получится. Теперь быстрее. Мне кажется, нужно держать, что-то, нет? Ну, нет, он хорошо прилип. Нет, мне кажется, что прям держать все равно. Ну, будем держать, да. Что, не жгет? Нет. Физдец. Ну, да. Официально объявляю, что это тупая, потому что я хотела распределить вот здесь снизу. Давайте отклеим. Посмотрим, что там получилось. А что ж ты в волосах? Не знаю, в хэппиных. Ах, блин, какой ровный. Он все-таки тонкий. Ну, да, тонкий, потому что... Не, он слишком тонкий. Ну, в смысле, нормально, сверху в этом надо. А, ну да, точно. Но все равно мы его сейчас отпилим, потому что... Блин. Короче, я сделала ногти из прозрачного геля. Они у меня получились ужасными, еще хуже, чем в первый раз. Хоть несмотря на то, что уже гель высушил и все такое, но они получились просто пирожками такими толстыми, что в них было невозможно ходить. О, господи, все, настало время. Прошло два дня с того момента, как вы видели, прошло отрывки видосов. И я подумала, давайте все, давайте сделаем короткие ногти. Пофигу, не будем длинные, потому что это долго, это сложно. Давайте просто сделаем короткие ногти, они красивенькие, и все. И на этом успокоимся. Пожалуйста. Боже, я выгляжу, конечно, капец. Наверное, я буду наращивать... Ну, как короткие? В том плане, вот, у меня просто сам по себе ноготь. Вот видите, ногтевая пластина заканчивается раньше, где бы я хотела. Давайте сделаем вот такие вот ноготочки, и все. На верхней форме. Я не буду ничего накладывать сверху, просто на верхней форме, как вот показывала девушка в видосах в ТикТоке. И все. Так, нам понадобится сейчас только лампа, пилочки всякие, и будем наращивать. Первое, что мы делаем, это вот стираем верхний слой немножечко. Такая мягкая пилочка, не знаю, какой это материал. Но она особо сильно не пилит, короче. Чтобы не повредить ужасно. Вот так мою бедненькую вот пластину. Короче, вот такую вот шточку от Фокси. И вот так вот на все ногти немножечко. После обезжиривания мы вот такую вот используем основу для гель-лака. Наносим по одному ноготочку. Вот так. И так повторим со всеми ноготочками. После того, как мы нанесли основу для гель-лака, мы будем наносить вот такой вот сверху акрил гель для наращивания ногтей. Для этого я уже подготовила форму. Давайте, допустим, берем вот такую вот. Вот такую вот. И распределяем кисточкой. Примерно так у меня получилось. Я особо ровно не делаю по бокам, потому что она все равно все расплывется. И вот так вот как бы вставляем эту форму в наш ногт. Смотрим, все будет интересно. Ну, норм. Я имею в виду подпилить, я имею в виду сам. Сама вот, посмотрите. Ранее распределила, видимо, все. И вон как хорошо получилось. Показываю, что у меня получилось. Как мне кажется, вообще даже нормально. Они не толстые. Самое главное, вот, посмотрите, прям тоненькие даже, можно сказать. Даже, может быть, слишком. Ну, вот это, мой какой-то пальчик у меня остался, получилось. Вон, вот это. Ну, это потому что материал затек. А так, в принципе, вообще мне все устраивает. Все нравится более-менее ровно. Самое приятное, то, что они фактически не ощущаются на руках. То есть они тоненькие и не толстые. Вот такой дизайн у меня получился. Мне он понравился. Я, короче, поняли, разрисовала просто маркером и наклеила наклеечку. Они продержались мне недолго, потому что вот этот акрил гель, он мягкий. Видимо, не подходит для наращивания. Но я этого не знала, поэтому... Ну, возможно, я что-то не так делала. Спустя месяц, фактически нет, пару недель, наверное, прошло с моего последнего маникюра. Я решила сделать еще один. Итак, первое, что я сделаю, чтобы нормально нарастить ногти, это я их обрабатываю. Убираю вот все кутикулы с каждого пальчика. Да, у меня это плохо получилось, потому что у меня нет маникюрных ножниц, но есть вот такие вот чипчики. Поняли? Я вот таким вот образом хреновенько отрезала всю кутикулу. Дальше что мы делаем? Пальчик, на который мы будем делать наращивание, мы вот так вот опиливаем. Сверху, такой вот у меня пилочкой, которая шла в наборе, чтобы поднять чешуйки. Ну, не сильно, естественно, а не то, чтобы не пропилить. Ура! Вот так он у меня выглядит. Дальше я обезжириваю этот ноготь безворсовой салфеткой и беру бонд праймер. Вот такой вот, я не знаю, хороший он или плохой. Убираю лишнее и на весь пальчик вот так вот. Если что, это не лак, это такая штучка, которую, не знаю, обезжиривает или что. После этих манипуляций я уже беру основу для гель-лака от этой же фирмы. Убираю лишнее и тоже тоненьким достаточно слоем покрываем пальчик. Я делаю это вот такими обрывистыми движениями. Убираю небольшой затек апельсиновой палочкой и засовываю в лампу яну на 60 секунд. И заранее нам надо было подобрать форму, я уже это сделала. Теперь эту форму мы заполняем каким-нибудь гелем для наращивания и укрепления ногтей. У меня вот такой акрил-гель от Фоксис, тоже не знаю, хороший или плохой. Думаю, вот такой вот огромной капли хватит. Теперь распределяем ее. Можно кисточкой, но я это делаю апельсиновой палочкой, мне так удобнее. Смотрите, чтобы пузырьков не было. Теперь я вгоняю эту форму под ноготочек. И прижимаю. Смотрю, чтобы все было ровненько. И все. Этого еще раз дополнительно прижимаю и в лампу. Поднимаем и смотрим, что у нас там получилось. Смотрите, видите, у меня здесь пузырик. Я его убираю. Вы не увидели, но я его сейчас уберу, чтобы не позориться. Спустя сто лет я досушиваю мизинчик. И посмотрите, какой длины у меня получились ногти. Осталось всего только опилить. А все остальные вот такривоват. Видите, он типа смотрит не в ту сторону. Но если я сделаю вот так. Более не ровно. Ладно, сейчас допилю и покажу, что у меня получилось. Теперь я решила вот эти вот ногти, которые я пилила, сделала. Смотрите, фактически красиво покрыть. И еще одной пузырьки. Я не знаю, это, видимо, какая-то укрепляющая база или что. Видите, они сами по себе прозрачные. Но выпилить надо, наверное, вот здесь. Но я не хочу, поэтому я, наверное, их либо черным покрою, либо белым. Так вот, наношу на них теперь эту хуйню. Она у меня вообще с розовым потоном, но тут будет не видно. И вообще неважно, с каким она потоном. Посушу. И уже буду покрывать светом. У меня есть вот такое вот количество гели-лаков. Ой, извиняюсь. Эти лаки просто ужасные. Они все с комочками какие-то. Птицы уже протухшие, наверное, очень не советую. Я взяла 0,15, 157 и 0,33. Это вот эти розовые. Чтобы намешать вот такой вот цвет. Взяла вот такой вот гель. Он прозрачный. Не знаю, почему тут кажется розовым. Намешала такой цвет. И сделала вот. Смотрите. Розовый переход. Вот этот вот темный цвет я сделала. Я просто увеличила концентрацию и сделала вот такой вот переходик. Да, он не идеальный, я знаю. Но, в принципе, норм. И белым и черным нарисовала два вот таких сердечка. Мне кажется, мило получилось. Ой, господи, это так странно смотрится. Как-то не очень аккуратно. Блин, как-то странновато. Не знаю, что сделать еще. Видите? Из-за того, что лак плохо нанесен. И кутикула плохая. Как будто я в подпольном салоне делала. Но издалека норм. Или нет? У меня разрядился телефон, когда я начала рисовать дизайн. Ну, короче, вот смотрите, что у меня вышло. Я уже покрыла и там, и как это... Конечным вот этим вот. И, в принципе, блик нормальный. Но в каких-то моментах, да, они немножечко не очень. Но я чувствую, что мне с ними удобно. Мне с ними комфортно. И то, что они не отвалятся. Это самое главное, на самом деле, для меня. Я позвонила маме. Подумала, что я их в салоне сделала. Чтобы вы понимали. Но мне прям понравилось. На третий или четвертый раз, мне кажется, это окей. Ну, на второй раз. Я второй раз наращиваю. И до этого я так, ну, так просто покрывала. Блин. Мне нравится. Правда. Посмотрим, сколько я их проношу. Если они завтра не отвалятся, будут уже победы. Если я их проношу три дня. Но я чувствую, что лень крепкий. Ну, здесь я не выпиливала. Мне лень уже стала. Но мне нравится все. Сегодня специально встала пораньше в 10 утра. И буду делать ногти на правой руке. Левой рукой с ногтями. Будет очень сложно, я думаю. Но я постараюсь. В принципе, всю технику выполнения я делаю то же самое. Вот если бы я сейчас нарастила три ноготочка. Вроде норм. Более-менее. Сейчас наращу остальные. И к вам вернусь. Вот что я сделала. Семь часов. Семь, блядь, семь часов. Ну, ровным, кстати, хотя бы. Так пока не скажешь. Ну, реально неплохо получилось. Вот я и доделала мэнникур. Вот что у меня получилось. Я, в общем, наклеивала белые сердечки. Но они стали почему-то оранжевыми. Но сейчас они все белее и белее становятся. Господи, у меня как бабульки какие-то точки странные. Ладно, как вам пишите в комменты. Надо, конечно, поаккуратнее делать. Но это на левой руке. Я считаю, для левой руки это успех. И прозрачно мне надо было делать, но у меня не было выбора. Так я сама делала. В общем, эти ногти я проносила, не знаю, примерно дней пять. Потому что я сделала их как-то неправильно. У меня все они отломились. Дальше у меня получались все ногти лучше и лучше. Сейчас я вам покажу. Вот, например, это уже где-то пятые ногти. Посмотрите, какие прикольные, достаточно аккуратненькие. Здесь, конечно, есть фотошоп. Потому что эту фотку я выкладывала в свой телеграм-канал. Вдохновлялась я этими ногтями дальше. И тут просто великолепно. Они нравятся мне больше всего. Посмотрите, какие аккуратненькие. Но единственное, покрыты они, конечно, очень плохим лаком. Потому что я, опять же, смешивала цвета из тех бракованных. Но ничего. Но знаете, что с ними произошло? Я, короче, нарастила себе, наверное, в 4 раза длиннее их свои собственные пластины. Потому что я люблю грызть ногти. И у меня, в общем, вырвало ноготь. Просто вырвало ноготь с кровью. Если вы подписаны на мой инстаграм-пусси-чуси-джрам, то могли это видеть или на мой хотя бы телеграм. Короче, это жесть. В общем, если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, на мой инстаграм-пусси-джрам. И, возможно, в будущем я выпущу нормальное видео, где я реально делаю нормальные ногти. И у меня все получается. Но это не факт.